МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ключи от новой квартиры. 17 сирот получили жилье. Осторожно, воры! В садовых товариществах участились кражи. Здесь заботятся обо всех. Миярскому дому ребенка 15 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Верностаева. Сироты получили жилье. Документы им вручили сегодня в торжественной обстановке в администрации города. 17 счастливых молодых людей в ближайшие дни переступят порог новой квартиры. Они совсем молодые, у них впереди вся жизнь. Еще вчера они были детьми и воспитывались в детском доме, а теперь выросли и мечтают создать свою счастливую семью. Сегодня молодым людям вручили документы, с которыми они придут к застройщику и получат ключи от своей квартиры. Исполняющий обязанности главы города Геннадий Васьков поздравил каждого и пожелал двигаться только вперед. Забота и государства, и правительства Челябинской области, и местных властей, она имеет место для этого. Очень важно, чтобы вы это понимали, вы это ценили, и вы в перспективе своей выгодите все-таки правильные правила. Всем, кто сегодня получил документы, квартиры выделили в новом доме на улице Вернадского. По закону в течение пяти лет приватизировать жилье сироты не смогут. Только по стечении пяти лет комиссия, выехав на квартиру ребенка, принимает решение. Если ребенок не оказался в тяжелой жизненной ситуации, значит мы переводим жилое помещение в социальное жилье. В случае, если комиссия выяснит, что человек, получивший жилье, ведет аморальный образ жизни, не работает или попал в трудную ситуацию, то по закону договор найма продлевают еще на пять лет. То есть приватизировать и продать его будет невозможно. Охотники за медью. В Миасе страдают хозяева дачных домиков. Злодеи взламывают двери, устраивают погромы с целью наживы. Что воруют в садовых товариществах и как уберечь себя от этой участи, расскажет Наталья Русина. Ежегодный уровень краж в садовых товариществах вырастает в осенний и зимний период. Этот год не исключение. Чаще всего ворами становятся люди без определенного места жительства. В последние несколько дней пристальное внимание воры уделяют садам Расцвет, Золотая долина и Золотая долина-2. Целью серии преступлений в дачах, коллективных садах является это предметы, содержащие цветные металлы. В основном медь. Чтобы позже награбленные сдать в качестве лома. Также продукты питания пропадают, бытовая техника. Садовое товарищество Расцвет находится за городом. Сад круглогодично охраняется. Сторож Павел Кривоконь работает здесь уже четвертый год, но с таким большим количеством краж сталкивается впервые. Я ночью-то не хожу, ничего, только днем, утром, в обед, вечером, все. А вот ночью и вроде бы как по следам две женщины, один мужчина. Поймать с поличным воров сторож не может. Преступники работают по ночам. В саду Расцвет за прошедшие сутки обокрали три дачи. Помимо медных проводов, воры забрали с собой женскую одежду и посуду. Хозяева соседних дач теперь ежедневно приезжают на свои участки, чтобы проверить, не пропало ли что-то у них. У нас участок вообще второй год. Первый год ничего такого не было. В этом году все как напали на наш сад. У соседей к нам залезли. Вот мы сейчас ездим, контролируем, что не сторож, так мы поймаем. Не каждый пострадавший хозяин обращался в полицию. Кто-то и вовсе еще не знает, что дачу ограбили. В полиции настоятельно советуют проверять свои дачные домики, устанавливать крепкие двери и замки. Личное имущество лучше всего вывезти из садового участка, либо убрать в недоступное место, чтобы грабители не могли найти. При обнаружении преступления следует немедленно обратиться в полицию по номеру 02. Наталья Русина, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Сузуки в столб. На предзаводской площади произошла роковая авария. Водитель с 35-летним стажем при неустановленных обстоятельствах влетел в бетонную опору. Авария произошла днем. Автомобиль Сузуки врезался в бетонную опору. В машине сработали все подушки безопасности. Но это не спасло водителя от травм, несовместимых с жизнью. Водитель был в очень тяжелом состоянии. К счастью, он не оказался зажат в машине. Мы помогли сотрудникам скорой его из машины достать и положить на носилочки. Через несколько часов после аварии водитель 1958 года скончался. Известно, что за 35 лет водительского стажа было зафиксировано всего одно право нарушения. Сейчас сотрудникам дорожной инспекции предстоит разобраться в причинах ДТП. В МИАСе вот уже 15 лет существует дом ребенка. В нем живут самые маленькие ребятишки, оставшиеся без родителей. За время существования этого учреждения через него прошли более 800 малышей. В честь юбилея в доме малютки состоялось торжественное мероприятие. В стенах дома детства непривычно многолюдно. Поздравить учреждения пришли гости и друзья дома из управления здравоохранения, налоговой службы, пожарной части, следственного комитета и многие другие. В зале чествовали малышей и тех, кто не разделяет детей на своих и чужих и на время заменяет их родителей. Есть люди, которые самые душевные в нашем городе, которые занимаются работой, которая связана именно с самыми проблемными, сложными вопросами воспитания и возрастления. То поколение, которое, наверное, будет формировать дальнейшую нашу жизнь. Поэтому в лице вашего руководителя я хочу поздравить весь коллектив. Не остались стороне от праздника и верные друзья дома ребенка, сотрудники пожарной службы. Огнеборцы круглый год помогают детскому учреждению, благоустраивают территорию, проводят различные мероприятия для малышей. Мы вам поздравляем с вашим праздником. С 15 лет, как вы уже сказали, это еще только юношеский возраст, еще много-много работы, еще много-много будет сделано в память. Большое спасибо за ваш благородный труд. Вспомнили на праздничной встрече и о том, как появился дом малютки. Ровно 15 лет назад в детском садике, который на тот момент поставал, было решено открыть дом ребенка. Сейчас уже уверенно можно сказать, что затраченные усилия того стоили. Историю о появлении дома малютки рассказала Валентина Глушкова, одна из первых основоположниц этого учреждения. Дома ребенка не было, нам приходилось таких крох из дома возить в Троицк, очень далеко, в Челябинск поближе. И сами понимаете, что это было очень проблематично. И я задала такой вопрос, вот эту проблему на уровне администрации. И когда мы сюда приехали, знаете, ну было, конечно, страшно и стыдно задержало, потому что с пола росли деревья через всю крышу. Семь лет это здание вообще не обслуживалось. Вот такое было здание. Сегодня сотрудники детского дома заботятся о 44 ребятах, оставшихся без родительского внимания. Они отмечают, что это дело непростое, но очень ответственное. Самые необходимые качества, которыми нужно обладать любому сотруднику детского дома, является терпение, искренность и доброта. При этом этих качеств должно быть настолько, чтобы хватило на всех детей. Самое главное, чтобы детям было здесь уютно, чтобы детям было комфортно, чтобы детей любили и чтобы у них все было. В принципе, на сегодня у наших детей здесь все есть. Благодаря нашим спонсорам, благодаря нашему министерству здравоохранения, то есть наши дети обеспечены. И мы стараемся, прикладываем все усилия для того, чтобы наши дети жили в комфортных условиях. И, конечно, самое главное, это коллектив, который любит, который ухаживает за этими детьми. Коллектив стабильный. На протяжении практически 15 лет многие сотрудники имеют тот же стаж работы в этом учреждении. Но и для самих малышей сегодня важный праздник – день рождения их родного дома. Выступать в этот день для ребят – большая ответственность. Ведь на них смотрят самые близкие люди – педагоги, воспитатели, нянечки и доктора. На лицах детей улыбки, неподдельный интерес к происходящему и озорной блеск в глазах. И на экране малыши старательно пекут печенье для гостей. А через пару минут в зал забегают юные повара и несут с собой угощение. В доме ребенка малыши проживают до 4 лет. После их переводят в детские дома или другие специализированные учреждения. Вот почему важно, чтобы до этого возраста ребят забрали всеми. И хотелось бы верить, что каждый из этих крошечных созданий в скором времени услышит. Одевайся, за тобой пришла мама. Гузель Шмелькова, Александр Лядов, ОТВ «МИАС». Ювелирных дел мастер. В нашем городе много удивительно талантливых людей. О них мы рассказываем в нашем цикле сюжетов «Мастера МИАСа». Сегодня наш герой – Владимир Максимов. Мастер по художественной резьбе камней и ювелир. Красота в простоте. Именно это каждый раз доказывает мастер-кавнерез Владимир Максимов. Увлекся камнями мастер еще в детстве. Все началось с обычного мальчишеского интереса. Параллельно изучению геологии Владимир Максимов начинал обрабатывать камни. Ходил в гравиральный художественный кружок к своему тезке Сергею Максимову. Он гравер хороший был, работал на машзаводе. И у него я, в общем-то, азы получал в гравировке, травление. Мы златоузскую гравюру делали. Ну и, в общем-то, всегда параллельно занимался каким-то творчеством. Сначала Владимир Максимов обрабатывал камни, которые лежат практически у всех под ногами. Позднее мастер увлекся ювелирным делом. Изготовление украшений из полудрагоценных камней и металлов увлекло Владимира Максимова. Более старшие уже приходят ко мне основы ювелирного дела. Изучаем с ними. Обрабатывают сами камень, работают с металлом на горелке. И делают вполне приличные изделия уже на довольно-таки уровне хорошие. Это им позволяет многим, ну, как-то попробовать себя в этом виде искусства. И впоследствии каждый год фактически один, два, три человека поступают на ювелиров или на скульптуру. Мастер передает свои знания детям в школе искусств номер 4. Ребята с большим интересом слушают рассказы преподавателя о камнях Уральского региона. Ведь материал, с которым работает Владимир Максимов и его ученики, это камни нашего заповедника. Это наш материал, в общем-то местный, талькохлорид. И по тальку еще работают. Но в последнее время в магазинах продается, и на ярмарках минералы разные. В основном, конечно, касается ювелирных камней цветных. Вот. И в основном я даю камень, конечно. У меня много друзей в городе камнерезов, кто занимает камнерезкой. Они мне зачастую просто отдают обрезки, потому что покупать сейчас сырье довольно-таки дорого. Плюс тому, что сам вообще камнерезный, вот этот ювелирный вид искусства, он довольно-таки дорогостоящий. Работы Владимира Максимова и его учеников знают жители не только нашего города. Мяские камнерезы-ювелиры часто посещают различные ярмарки, участвуют в выставках и конкурсах. Это уникальное направление для области и вообще для региона. И на конкурсах в Екатеринбурге, в Челябинске, призовые места нам, как правило, какие-то всегда достаются. Большой процент учеников, закончивших школу искусств, поступают на направления, связанные с обработкой камней и металлов. Часто выпускники приходят в гости к Владимиру Максимову. Мастер-ювелир считает, что заслуженная награда для него самого – радость и успехи его учеников. Наталья Русина, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Резкие перепады температур. Снежная зима пришла в этом году рано. Столбик термометра опустился намного ниже нулевой отметки. И все бы ничего, но скоро ожидается потепление до плюс пяти уже в понедельник. Сегодня ночью столбик термометра может опуститься до минус двадцати четырех градусов. В горных районах и низинах похолодание до минус тридцати. Ожидается снег и слабые метели. В мороз не рекомендуется выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми проблемами, поскольку увеличивается вероятность приступов стенокардии из-за недостатка кислорода в сердечной мышце. Но уже выходные значительно потеплее, так вечером в воскресенье будет уже плюсовая температура. В понедельник столбик термометра может подняться до плюс пяти, а затем снова похолодает. Чтобы не заболеть, следите за прогнозом на ближайшие дни и одевайтесь по погоде. Это все на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами после короткой рекламы. Ваши хорошие новости из Гузель Шмельковой. 20 ноября будет прекращена подача электроэнергии в жилые дома по улицам. Центральная часть города. Улица Труда в домах с 3 по 35 и с 4 по 28. Улица Тальковая с 1 по 13 и со 2 по 26. Школьная с 1 по 9. Отключение продлится с 10.00 до 16.00. Ближайшей ночью облачно с прояснениями. Температура минус 22 градуса. Завтра днем пасмурно. Температура минус 23, минус 22 градуса. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1-2 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова